А на московском полигоне в Бутове в 75-й годовщину начала Большого террора и в День памяти жертв политических репрессий состоялась акция «Голос памяти». В храме была совершена заупокоенно литья по всем пострадавшим, а на полигоне зачитали имена из Бутовской книги памяти, слово Светлане Соколовой. Бывший стрелковый полигон НКВД в Бутово. Это крупнейшее место в московском регионе, где происходили массовые расстрелы из-за хранения в 30-50-х годах прошлого века. Только по официальным данным, жертвами за год политического террора в период 1937-1938 стали 20 761 человек. Сегодня их имена с краткими биографическими сведениями внесены в бутовский мартиролог. Больше тысячи из них – это священнослужители и миряне Русской Православной Церкви, пострадавшие за веру. Все имена в памятный день были зачитаны. Кузьма Саткевич, Степан Саткевич, Валентин Сазонов, Иван Самохвалов, Василий Самошников, Николай Северидов. Пять лет тому назад в этот день на бутовский полигон приезжал святейший патриарх Алексей и президент России Путин. Но реально в остальные года этот день остается без какого-то такого особого внимания. И в этом году мы решили здесь на полигоне в этот день прочитать именно всех убиенных на этом месте. Это 20 761 человек. В акции памяти приняли участие представители религиозных общин города Москвы, общественных организаций и движений. Те, кому дорога память о скорбном прошлом. И, конечно же, родственники пострадавших. Здесь похоронен, расстрелян мой дедушка и его брат. 13 ноября 1937 года. Они жили в Зарайске, их оттуда привезли сюда. Люди совершенно простые, к политике никакого отношения не имели. Но они были верующие, православные. За это и приняли смерть. Имена родных в списке погибших Валентина Ивановна со своей мамой нашли несколько лет назад. Множество семей коснулось горе репрессий. Люди своих родных в списках погибших находят и по сей день. У Маргариты Ивановны тоже был арестован дед. Мы были осуждены на 10 лет без права переписки. Мы не знали, жив он или нет. Даже в 1942 году пришла телеграмма, что он проездом через Свердловск где-то находится. Ну вот сравнительно недавно мы узнали, что он расстрелян. В интернете внук мне нашел страничку, где был наказан и дата его ареста, и дата расстрела. Мы арестовали его 3 сентября 1937 года. С началом 2001 года в лике святых прославлено 140 новомучеников, принявших смерть в Бутове. Сколько же на самом деле было расстреляно и захоронено людей в этом месте, точно никто сказать не может. Но главное, что память о них жива. Продолжение следует...